когда-то давно я занимался автомобилями был дистрибьютором американского бренда баги и в течение трех лет объездил пол россии по дилерам по выставкам по всяким соревнованиям в общем это было весело и вот однажды мы участвовали в большом автомобильном шоу это московский автосалон он проходит раз два года в крокусе и у нас там был небольшой павильон где стояли наши машины и в день прессы когда выставка открыта только для сми и для випов к нам подошла необычная делегация во главе с таким седеньким живеньким дедушкой который на английском начал меня пытать прям по поводу машин их устройства подлезать под них чуть ползать на коленках но такой очень очень живенький деду и в общем в какой-то момент ко мне подошел очень важный такой пафосный переводчик маднючий безумно извините валика штаны проданул ну ладно поднимайте уровень угрозы до коричневого мне надо сменить бельишко нам подошла делегация во главе с очень живеньким дедушкой вот как я и говорил и очень модным переводчиком который в подходит ко мне и говорит точно знаешь кто это я говорю не знаю дяденька какой-то он говорит это глава компании ягуар я говорю о круто он говорит ты не понимаешь это глава всей компании ягуар с офисом в лондоне вот тогда я впервые познакомился с брендом ягуар вчера мы были на байкале и встряли в очень смешной такой перемет на ровном месте на моем аутлендере если вы смотрели мои истории после чего ребята из лендровер центра позвонили мне сказали запарил уже возьми нормальную машину и сегодня мы на байкале на ягуаре повышенной проходимости фпс действительно ягуар повышенной проходимости мы тут проехали в таких местах где мой паркетничек бы в общем но право не туда уехали на развернуться мы пока не понимаем где мы слушайте вы не представляете что эта машинка вытворяет в снегу мы едем вообще по месту куда ездят только уазики нам говорили что дорога в более хорошем состоянии но вы посмотрите вот развернуться негде поэтому только вперед и ягуар прекрасен мы оставили монетку сергея священного места чтобы духи нам позволили доехать туда у меня наверное не слышно по губам читайте в краю краю где вообще просто людей нет а следы заметает ветер ягуар это машина настоящих джентльменов как я мог поехать не бабочки и вы знаете это как-то так настраивать совершенно на иной лад попробовать английский завтрак бурятской кафешки но не выходит каменный цветок мы плутаем 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 благо спейс позволяет путать путать но это уже не смешно вновь дорога закончилась ничем здесь ничего нет должно быть здесь ну что четыре часа спустя можно констатировать что в бухте широкой живет дед егор который вчера выпивал к трем озерам уехал мужик с женой на ниве на рыбалку а мы не добрались туда куда нам нужно и возвращаемся обратно на трассу так бывает мужчины подскажите пожалуйста тут ближайшая кафешка открыта где в еланцах да да окей хорошо спасибо у школе я сегодня бабочка и меня исключительно английский завтрак обед-ужин это блинчики мед и зеленый чай мы выбрались на солнце и солнце выбралось на нас мы находимся в усть анге это за иван сами и здесь невероятно красиво никого нет тихо спокойно зимние кони игуар я все еще в бабочки друзья ты когда к нему подходишь и такое говоришь я бы хотел сесть извольте цветка подножечко оба обстучал и вот такая вот красота вот мы и на льду еще пока реки анга мы движемся в сторону байкала к этому привыкнуть сложно вот просто привыкнуть сложно когда ты видишь где лед кончается тяжеленная красивейшая машина стоит здесь же мы добрались до до байкала вот там по торосам проходит дорога комфортно не знаю че конечно еще место для съемок герои дня прорываются по тростникам ну что дамы и господа мы с вами находимся на льду озеро байкал прекрасный солнечный день в феврале я конечно тут рисуюсь немножечко раздеты а так-то на самом деле холодно пойду-ка я что-нибудь надену но вы зацените я впервые на байкале при параде все великолепие байкала синее небо здесь это невероятные цвета скалы тучи горы степь это холмы снова синее небо пусть и реки пейзаж марса вода вдали скрывается хивус пытаются пробиться через торосы к берегу знаете кто там андрей сизы дорогие подписчики вот этот человек который нам посигналил и проехал мимо как будто он на егоре аниме главный человек на байкале это просто господин байкал лёша байкалика при всех разменах байкала черти где ты всегда встречаешь знакомых друзей это очень смешно и конечно же дико приятно мужчина мы ищем ледяной грот или пещеру вы заняты и так понял да извините любимые мной зимние кони один из них идет сюда быковать походу это кто там спрятался это у кого видно за хвост джентльмена всегда должен быть конь у меня вот это хороший красивый лохматый у каждого джентльмена должен быть свой конь от которого лучше закрыться кто знает что у джентльменского коня на уме теперь у нашего ягуара есть стая это конь ну что все мы превысили сверхзвуковую скорость вы посмотрите на каких ходах по какой плохой дороге как ровненько мы идем но мы едем общем 20 километров в час просто так камера круто пишет как будто мой космолет смотрите чего еще делает наша машина она полностью делает 3d модель себя в реальном пространстве и еще и с тенями как финальная точка нашего сегодняшнего дня заходящее солнце специально для вас но для нас что-то мне даже немножечко голова под открывается невероятно да между холодно и красиво мы выбираем красиво было бы хорошо если было тепло с другой стороны могло бы быть гораздо гораздо холоднее вот вам самый широчайший и прекраснейший вид за сегодня мама сейдерс бэджа фами и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok